Всем привет! Хочу рассказать про вот это захоронение. И оно очень необычное с моей точки зрения, хотя недорогое. У меня есть такое глубокое убеждение в том, что можно сделать особенный памятник в любой бюджет. Памятник может быть за 500 долларов даже особенным, а можно за 50 тысяч. Самое важное, чтобы был надежный фундамент. И мы реально делаем фундамент как для дома. И в других видео вы это можете убедить. Но сейчас не об этом, сейчас про памятник. Посмотрите на этот памятник. Он достаточно необычный, несмотря на то, что здесь метр на 50 пятерка. Из габродиабаса. Стандартная тумба, стандартный цветник. Немножко добавляет изящности вот эта вот надгробная, полу надгробная плита в ногах. На которой опять же не очень стандартно, что размещена эпитафия. Здесь есть три элемента, которые добавляют невероятную любовь этому памятнику. Первый элемент. Это приставка из Висконт Вайт. Любой, даже очень простой памятник, а здесь простая форма, освежается вот такой приставкой. Это первая часть. Второе. Эта же приставка не просто стоит прямоугольником или где-то там срез имеет под углом 45 градусов. Эта приставка здесь формирует комплекс. И этот комплекс по центру имеет в себе символ сердца. Я такого никогда не видел. Я вам клянусь. И это очень необычно, потому что издалека этот памятник притягивает невероятное внимание. Хочется подойти и посмотреть, что здесь такого особенного. Посмотрите, символ сердца. И здесь продолжается таким, знаете, как пламенем. Или даже воскрешение души. Как будто бы вот здесь запечатлен след души, которая воскресла. То есть вот приставка. Не просто приставка ради приставки, а ради того, чтобы создать идею. Создать замысел и показать его нам. А этот замысел это сердце, которое является проявлением любви. И второй элемент. Это вот этот вот маленький ангелок. На других видео вы можете посмотреть, как этот ангелок выглядит у нас просто в офисе. Как он выглядит в производстве. Но вот вам живой пример, как он выглядит на захоронении. И насколько потрясающе он делает это захоронение. Он небольшой. Примерно 30-35 сантиметров. На контрасте с размером руки вы можете видеть. Изготовлен из мансуровского камня. Здесь это не имеет значения, что здесь мансура, там висконт вайт. Нет, просто потому что этот ангел, он не полированный. И мы реально не видим цвета. Но самое главное, что он в холодном оттенке. Черный холодный, серый висконт вайт холодный. И этот ангел, он тоже в холодном светлом оттенке. Он практически белый. Он очень светлый. Потому что камень просто пиленный, без полировки, даже без шлифовки. Он очень нежный. Вот для меня лично он невероятно нежный символ. Ангел сидит, он не плачет, не рыдает. Он просто грустит. Потому что смерть человека действительно вызывает у нас уже по истечении времени грусть, тоску, переживания. Потому что эти события с этим человеком, который похоронен, уже не вернуть. Но есть также и радость, что был у нас этот близкий. И то, что были пережиты определенные моменты. И поэтому вот эти вот три элемента, приставка, форма, которая создает приставка сердца, и вот этот ангел, они создают очень большую идею. Они создают настоящую ауру на этом захоронении. Для меня это потрясающий памятник. И цена такого памятника примерно 2000 долларов. Я не видел памятников, которые были бы гораздо сильнее по идее, по эмоциональной передаче в такие деньги. Можно пройти по кладбищу, я постоянно хожу, смотрю. Есть гораздо дороже памятники, которые ничего из себя не представляют. Где просто кусок камня, может даже быть без сочетания цвета, может не быть архитектурные задумки, но которые на самом деле ничего не представляют из себя. Это три важные элементы. Ну, если говорить чуть больше про памятник, здесь есть плитка из керамогранита. И она тоже идет в сочетании. Она тоже идет по холодности правильная. Серый цвет, белые прожилки, под мрамор, все сочетается. Серый, черный, белый, белый. То же самое пугальки. Это белый мрамор и черный габрадиабаз. Ну и цоколь здесь в обычном бесере, что очень важно для надежности. Нет облицовки бесера керамогранитом. Этот памятник простоит десятки лет и будет радовать каждый раз человека, близкого, который пришел на это захоронение. И хочу еще подчеркнуть одну важную особенность в этом памятнике. Часто я вижу, что на черном памятнике есть или портрет гравированный, или медальон даже цветной. Честно говоря, мне вот этот формат нравится гораздо больше. Здесь все идет в одном строгом, скромном, холодном оттенке. Посмотрите даже на этот медальон, черно-белый медальон. Он очень надежный, потому что это печать на керамике. С этим медальоном ничего не произойдет десятки лет, не потечет, не отслоится, не изменит цвет эта краска. Это прям действительно на века этот медальон. И мне очень сильно нравится еще и фотография. Студийная, хорошая обработка, черно-белый цвет, все идет в линию по цвету. Для меня этот комплекс – это идеальное сочетание цены и качества. Если вам понравился этот обзор, и вы для себя что-то интересное нашли, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно переходите по ссылкам в описании на наш сайт. Я уверен, что мы вам поможем создать невероятно душевное место в памяти вашего любимого человека.